привет дорогие друзья с пятницей вас хотя сейчас наверное очень трудно понять когда пятница а когда не пятница но надеюсь что все мы держимся еще с вами сегодня хотела бы поделиться информацией о том что происходит на рынке вот за последнюю неделю и о том что нам говорят наши эксперты и статистику там данные так далее вот так что смотрите видео будет на экране моего компьютера где я покажу вам кое-какие данные чтобы вам было проще самим сделать какие-то выводы основываясь на фактах потому что все вот эти вот заголовки они на самом деле депрессивные то есть недвижимость крах все рынок рухнет безработица идет страшное да это все правда но рынок может и не рухнет поэтому и вы посмотрите на цифры посмотрите на статистику и подумайте сами делайте выводы сами не смотрите на эти все заголовки тем более что наша местность довольно таки отличается от других мест мест в сша просто потому что мы находимся вокруг правительства мы находимся вокруг технологических больших корпораций компаний то есть у нас на самом деле безработица не на таком высоком уровне как скажем везде и повсюду вот поэтому немножко ситуация другая как это было и в 2008 году но все равно я вам покажу конкретно во первых я вам покажу цифры которые нам дают наши эксперты целом по стране и я вам покажу цифры которые сейчас в данный момент именно по каунти по городам показываются и смысле существуют именно фактические цифры и я с вами поделюсь ссылкой где вы можете сами смотреть на ваш каунти единственное что там я так как я не работаю в мэриленде те кто живет в мэриленде я могу вам дать информацию но для этого вам нужно будет прислать мне или имейл или месседж на фейсбуке и тогда я вам смогу прислать уже то что я по пресечу сама а вот ну как то вот так смотрите видео ну что ж давайте посмотрим на данные которые нам дают эксперты и это статистика я не хочу с ними спорить а делайте выводы из этого сами но я вам по крайней мере дам какие-то факты которые вы можете потом как бы применять в вашем ваших выводах это первая часть видео вторая часть видео я вам расскажу пример на примере того что конкретно происходит на местах и со статистикой на на данный момент и конкретно прям покажу цифры так что имеется ввиду цифры здесь ваш фэрфэкс ажбурн фэрф арлингтон александрии так далее вот ну давайте начнем с того что сейчас везде вы слышите что будет крах недвижимости крах недвижимости ой 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 ай 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 я бы на это сильно не поддавалась потому что если вы посмотрите перед крахом 2008 года вот такая вот была у нас ежегодная как бы увеличение цены на дома здесь они более сейчас у нас для 2013 года по 2020 считайте что увеличение цены на дома они как бы более такие нормальные средние в соответствии с тем что исторически происходит поэтому здесь такого как бы нет как перед перед 2008 годом был такой вот ажиотаж как если вы помните вы помните что был housing bubble то есть когда победить было то опять же было по 50 предложений на каждый дом это все мы проходили да мы это видели но разница в том что сейчас у нас availability да availability индекс то есть немножко по попроще ситуация поспокойнее несмотря на то что мы да мы видим контракты мы видим аукционы так называемые когда больше покупателей чем на дома но тем не менее немножко другая ситуация именно с точки зрения как это называется bubble до пузыря и смотрите в те года посмотрите насколько это был серьезный мы как мы были в серьезном рынке продавцов потом мы перешли в очень такой серьезный рынок покупателей когда домов очень было много покупателей было мало было очень много foreclosures очень много short sales сейчас мы в очень серьезном серьезном просто каком-то отвратительном рынке продавцов потому что даже сейчас я вам скажу что сейчас вот я в вашбор не подавала контракт мы не получили его хотя мы подали контракт я на 25 тысяч выше запрашиваемой цены в вот сейчас мы мы подаем контракт и мы не получаем то есть я встречаю агентов которые со своими покупателями 6 контрактов не получили то есть это какой-то непонятно что происходит но еще посмотрите что в каждом вот equity да вы знаете что equity это та часть суммы цены дома которая именно принадлежит людям то есть допустим если у вас дом сейчас стоимость вашего дома скажем 500 тысяч из них 200 вы должны кредиту банку 300 это ваш equity так вот до 2008 вот в тех годах у нас total общей equity на всю страну было подсчитано было 824 миллиарда если вы посмотрите на ту же цифру с трех последних лет то вы увидите что она в разы меньше да вот поэтому то есть смотрите на это тоже да и еще одна вещь это вот как раз вот то что я говорила раньше что пятьдесят три и восемь процента людей смотрите 37 процентов домов вообще вот людей которые владеют домами они вообще без кредита без ипотеки да то есть люди владеют там нет ипотеки 26 и 7 процента из тех домов которые имеют ипотеку из них 26 и 7 у них equity по крайней мере 50 процентов то есть ситуация как раз такая что люди должны банкам меньше гораздо чем стоимость домов то есть это тоже влияет поэтому вот эти все данные нам позволяют говорить о том что такого сильного краха не должно быть ну а теперь давайте посмотрим на ситуацию с тем что у нас происходит на рынке конкретно на нашем рынке вот смотрите я поделилась ссылкой на вот этот вот сайт который эта часть моего сайта там значит можете ввести какие-то данные то есть сейчас вот например вы смотрите на файфакс каунте весь и вы увидите что на данный момент 15 апреля была освежена эта информация всего домов 3541 на продажу до последние 30 дней то есть увеличилось на 11 процентов из них новых домов уменьшилось то есть те те дома которые были выставлены в 30 дневный период новые листинги количество их уменьшилось но посмотрите насколько уменьшилось количество люди забрали свои дома с рынка цена средняя цена на дом чуть-чуть пошла вниз немножко это по каунте все практически все продавцы решили немножко скинуть цену до которой они не получили свои контракты опять-таки это по файфакс каунте имейте ввиду что каунте огромный да у нас туда входит и центр виль шантили и арлингтон александрия и лордон и спрингфилл то есть очень много всяких разных кармашков где информация может быть совершенно другая это по каунте дальше в этом же сайте вы если вы заинтересуетесь этой ссылкой вы можете посмотреть вообще что самое популярное что самое дорогое что самое такое последние выставлены но это уже так для информации теперь давайте посмотрим такую же статистику для александрии город александрия александрия сити тоже была свяжена данные 15 апреля посмотрите домов новых на продажу выходит но не намного меньше правда если вы посмотрите да разницу цена средняя опять-таки примерно такая же как по аккаунте примерно половина людей решила продавцов решила снизить немножко цену и опять-таки вы увидите что самые дорогие самые популярные и так далее так далее в этом александрии смотрите что делается в арлингтоне наоборот количество домов на продажу пошло наверх цена пошла наверх и интересно что как раз в арлингтоне вот мы и как раз я лично испытывала ситуацию когда мы давали контракт и мы не не получаем контракт то есть получают другие потому что мы не не даем цену намного выше запрашиваемый или кто-то дает больше той цены которую даем мы то есть по каким-то причинам дома продаются несколько несколько покупателей хотят его купить смотрите что происходит в ажбурне ажбур да тоже на 15 апреля смотрите количество домов на рынок вышло наверх цена выросла я не знаю что вот это вот такое как это интерпретировать потому что я реально не вижу никаких понижений цен на хорошие дома нормально в которые те смотрите цена по square foot тоже увеличилась да то есть я что хочу сказать как раз вот в ажбурне я позавчера не получила контракт или вчера мы подали в первый же день на рынок был вышел дом и подали на 25 тысяч выше чем была запрашиваемая цена кто-то падал больше кто-то успел быстрее то есть происходит непонятно что мы говорим что будет аврал будет все это падать но реалии на самом деле таковы что и люди которые у которых есть стабильная работа или у которых даже есть может быть наличные они покупают они видят все равно смысл в том чтобы входить в рынок недвижимости причем я не вижу чтобы сильно были там торговались или там сильно снижали цены дома уходят за цены выше запрашиваемых поэтому очень интересная ситуация мне самой интересно за этим всем следить разговаривать другими агентами видеть что происходит и я конечно буду делать вам отчеты и вот сегодняшний отчет как раз вот в пятницу я вам как обещала вам отчитываюсь так что пожалуйста если есть вопросы скидывайте я буду на них отвечать и буду стараться делать вот такие вот апдейты ну на этом все до следующей пятницы пока а а а